добрый день дорогие друзья и мы с вами начинаем вебинар который называется университетская библиотека онлайн для преподавателя читаем работаем и публикуем а наш вебинар сегодняшний посвящен он в общем то традиционный мы примерно такие вебинары проводим где-то раз в полгода для наших преподавателей которые являются преподают в вузах подписчиков университетской библиотеки онлайн или вузы которых быть может только собираются присоединиться к нам для объяснения того как у нас функционирует роль преподавателя в нашей университетской библиотеке онлайн нашей и без университетской библиотеку онлайн напомню это центральный продукт флагманский продукт компании директ медиа этом продукте наша компания присутствует как агрегатор агрегатор контента на русском языке для вузов сузов и публичных библиотек давайте перейдем собственно уже к описанию во-первых несколько несколько объявлений они может быть уже не совсем новые но тем не менее хочу их дать в связи с нашим карантином у нас есть предложение для тех кто еще не является нашими подписчиками о бесплатном доступе до 1 июня к электронным ресурсам университетская библиотека онлайн библиотека нон-фикшн и эбс библиошкола а ну также в нашем интернет-магазине действует скидка 30 процентов на все позиции университетская библиотека онлайн остальные мы сегодня поговорим а библиошкола это эбс наше эбс для для школ а библиотека нон-фикшн это наш вариант эбс для для публичных библиотек ой я прошу прощение у меня листаю чата у меня листается моя презентация а да кстати для всех мою презентацию вы можете скачать в разделе ресурсы окошко ресурсов включается если вы нажмете на кнопку с изображением серой папки в правом верхнем углу наши вебинарной комнаты ну и для тех кто хочет воспользоваться этой возможностью а вот есть список ссылок по которой можно просто пройти и заполнить заявку она какой-то из этих на какую-то из этих эбс вот разумеется для того чтобы по ссылке перейти я сейчас не буду копировать в чат просто скачайте мою презентацию и там будет кликабельный эти списки будут кликабельны в самом вебинаре эти ссылки не кликабельны а просто потому что вебинар не поддерживает ссылок внутри презентации так ну об этом поговорили давайте собственно перейдем к основному нашему продукту университетская библиотека онлайн вот примерно так выглядит наша главная страница где-то примерно год назад мы поменяли наш наш дизайн вот теперь он такой вот плоский как сейчас принято а хорошо спасибо светлана леонидовна рад рад был что вам это пришлось ко двору теперь нас вот такой вот плоский современный достаточно дизайн вот наша главная страница чуть позже я коснусь основных основных элементов интерфейса нашей страницы а пока несколько несколько описаний и общих цифр по по поводу нашей университетской библиотеки а у нас почти агрегируется в настоящий момент по почти 140 тысяч книг более 450 вузов подписчиков у нас мы агрегируем примерно 25 процентов рынка а bs более 400 издательств у нас представленные ну и так далее и так далее другие цифры тоже тоже вы видите они характеризуют наше участие на рынке бс какие особенные особенности у бс университетская библиотека онлайн а у нас есть такой слоган больше чем и бс а больше чем и бс заключается в следующем во первых мы пытаемся агрегировать разные формы электронного контента а такие как мультимедиа контент различные иллюстрации видеофайлы ну и многое многое другое собственно пытаемся пытаемся все современные формы контента интерактивный контент все современные формы контента в той или иной степени поддерживать либо напрямую в нашей университетской библиотеке онлайн либо в наших сопутствующих продуктах таких как от портал и или подобные а или вот наша директ академия а вот ну да по поводу последнего пункта хотел бы отдельно рассказать если кто-то еще не знает вы сейчас как раз находитесь на вебинаре директ академии директ академии это наша наш проект который занимается онлайн обучением в двух представлен в двух ипостасях что ли если можно так сказать это набор из примерно 200 бесплатных вебинаров которые мы проводим в течение в течение сезона с сентября по июнь и и примерно 15-20 курсов которые мы проводим в течение этого течение года это уже прошу прощения это уже более 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 серьезный формат обучающий а если наши вебинары можно скорее отнести к просветительской деятельности то онлайн курсы это полноценное обучение на полноценное обучение при помощи технологии онлайна вот и онлайн курсы платные вот онлайн курсы мы проводим уже второй год и достаточно успешно вот совсем недавно у нас прошел с большим аншлагом курс и сейчас идет второй запуск который называется быстрый переход обучения в онлайн почти 100 человек стали нашими слушателями нашего курса а ну и собственно все наверное на это еще в конце нашего вебинара немножко расскажу о нас а вот и на наверно пока хватит контентные наши отличия от других и б с мы пытаемся агрегировать больше ведущих уникальных издательств у нас шире представлены гуманитарные дисциплины но во первых силу того что в россии вообще больше вузов которые ориентированы на гуманитарную деятельность вот во вторых чисто исторически так сложилось у нас основные направления по которым у нас очень широко представлена наша литера вообще-то по всем приста есть представление по всем направлениям подготовки есть представление но наиболее широко представлены у нас экономика управление финансы бизнес а ну и конечно собственные книги от издательства директ медиа а наша компания была исторически и остается в настоящее время еще и издательством и издавая свои книги мы сразу их помещаем свою собственную bs то есть достаточно большое количество книг от нашего собственного издательства в б с но практически все они попадают в б с ну давайте теперь поговорим немножко о нашем интерфейсе а вот главная страница это даже не столько интерфейс сколько такие заметки о нашей стратегии которые в нашем интерфейсе представлены первый первый пункт я вот здесь отметил пунктами это наша главная страница главная страница bs наверху под первым пунктом идет переход между разными проектами компании директ медиа это интернет магазин где можно приобрести книги и уже скачать их дело в том что в в самой bs книги доступны для чтения но не доступны для скачки разве что доступен фрагмент книги для скачки об этом чуть чуть позже поговорим от портал бизнес библиотека энциклопедиум школьный портал или библиошкола библиотека нонфикшен ну и собственно ссылку на наш проект директ академия вторая вторая наша ссылка о том что ну собственно здесь интерес представляет вот этот вот кусочек этот глазик означает переход переход в в контрастную схему дизайна для слабо слабо видящих так вижу вопрос почему презентацию не видно не знаю почему не видно наверное вы смотрите с со смартфона вебинар а в смартфоне видно не все дается только часть информации ноутбука тогда не знаю а перегрузить попробуйте пожалуйста через другой браузер да ну на смартфонах по разному есть бывает что только видео спикера бывает что и презентация тоже перегрузить попробуйте в другом браузере потому что я так понимаю что всем остальным видно презентацию тем кто смотрит на ноутбуках или на больших компьютерах вот итак второе под вторым пунктом ага спасибо под вторым пунктом у нас переход в контрастную схему для тех кто плохо видит третий пункт это поиск ну наверное не надо вам объяснять о том что в современных информационных системах как правило все организовано на основе поиска те 140 тысяч изданий которые помещены в нашей библиотеке конечно их можно найти при помощи каталога который о котором мы тоже поговорим сегодня который под пунктом 5 у нас располагается но удобнее всего искать литературу конечно при помощи поиска и мы постоянно совершенствуем поиск чтобы с одной стороны прямо воспользовавшись стандартным поиском вы находили бы то что вам надо скажем так по быстрому либо воспользовавшись расширенным поиском и наложив на поиск различные фильтры уже бы находили более точно то что вам надо то есть тем самым сокращали бы выдачу и повышали эффективность своего поиска а вот но я уже не говорю про студентов для которых поиски является по умолчанию практически единственным способом нахождение какой-то литературы можно сетовать по этому поводу что в старые времена студенты могли пользоваться каталогом а современные не могут но на самом деле развитие информационных систем в эту сторону собственно все равно и движется под четвертым пунктом вы найдете переход свой личный кабинет где располагается некая частная информация о том о вашем поведении в библиотеке о том какие книги вы отложили для будущего чтения о ваших поисковых выборках здесь вы можете назначить если у вас роль преподавателя можете назначить какие-то учебники как базовые для своих студентов а ну и и так далее поучаствовать вместе с библиотекой в в книга обеспеченности ваших дисциплин ну и так далее и так далее ну и наконец под пунктом 6 настройка каталога разные его разные его внешний вид либо каталог в виде изображение книг мозаичное изображение книг либо в виде обычного списка плоского а ну и также там можно выставить поиск и поиск в каталоге только по тем книгам которые есть у вас на которые подписан ваш вуз либо по всем книгам которые есть в бс а это всегда больше чем любая частная подписка дальше идут вот такие вот большие пластинки с основными разделами а нашего сайта и с основными нашими партнерами вот или с некими параллельными нашими проектами ну подробно не буду здесь останавливаться но вот только остановлюсь на антиплагиате с которыми мы с от с которым мы сотрудничаем и и к то с которым у нас есть интеграция такая что если вы не подписаны на антиплагиат то все равно можете проверять свои работы работы своих студентов но исключительно по базе и бс а то есть сравнивать с базой бс а ну а если вы подписаны на антиплагиат то у вас прозрачная схема перехода от самого антиплагиата в бс а то есть можете проверять прямо в бс и в нужный в нужный момент у вас антиплагиат под подгрузит все базы которые вам необходимы из вашей подписки ниже у нас идут некоторые списки книг во первых это последние читаемые вашими вами книги во вторых новинки новинки на некоторое время попадает на вот эту вот в эту строчку то есть новые книги некоторое время высвечиваются на главной странице нашего сайта и здесь вы можете с ними познакомиться ну и наконец подвал наш в котором вы можете увидеть наши новости на любой странице не только на главной есть вкладка задать вопрос это одна из вкладок как вам обратиться к нашей службе поддержки вы можете им просто написать письмо а можете нажать на вот эту вкладку и соединиться с нашей службы поддержки если у вас простой вопрос то они могут вам ответить в реальном времени а если вопрос требуют каких-то выяснений то вы через некоторое время получите письмо с ответом на наш вопрос наша поддержка действует в 12 часовом режиме с 8 по до 8 по по московскому времени под пунктом 3 вы видите развернутое меню где находится переход к ко всем уже разделам нашей 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 эбс и в том числе достаточно редким а вот так что это вот такой вот портал соединения с разными с разными нашими разделами под четвертым пунктом вы видите две кнопки где можете скачать приложение для компактных устройств смартфонов и таблеток для нашего для нашей электронной библиотеки вот ну и наконец под пятым пунктом это наши странички в соцсетях во вконтакте в фейсбуке и наш наш большой канал в ю тюбе кстати у нас уже почти четыре с половиной тысячи подписчиков на ю тюбе заходите как я говорил там у нас достаточно много информации это все главная страница одной из основных страниц при поиске литературы является конечно страница предпросмотра прежде чем перейти собственно к чтению литературы вы должны познакомиться с неким описанием с обложкой издания его данными и так далее а вот но собственно точно так же как придя в библиотеку или придя в магазин вы рассматриваете сначала книжки по 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 обложкам потом открываете первую страницу видите выходные данные и только потом начинаете листать книжку возможно начнете ее читать только после того как приобретете в данном случае тоже такая вот есть ну кроме самого приобретения да есть разбиение страница предпросмотра это страница на которой вы видите книги которые возможно будете читать но еще не решили будете ли вы читать их или нет а и вот на этой странице располагается много достаточно данных во первых располагается кликабельная информация о жанре о издательстве а также о дисциплинах если это речь идет об учебнике дисциплинах которые покрываются этим этим изданием а дальше идут стандартная информация об авторе и редакторе и так далее а индексы асб нудк ббк ниже располагается очень важная часть это библиографическое описание сейчас мы об этом чуть подробнее поговорим а ну и главная книга читать онлайн если вы решились ее читать то можете сразу перейти к чтению да ну еще тут некоторые действия можно выполнить либо положить для дальнейшего чтения на свою свой личный кабинет с тем чтобы потом можно было читать не сейчас сразу читать а потом либо некоторые операции связанные с формированием книгообеспеченности ну и так далее а теперь все таки по поводу библиографического описания библиографическое описание ну разумеется в любой книжке вы его найдете на на одной из первых страниц либо на одной из последних страниц но в электронном виде она наиболее полезно потому что подсказывает преподавателям особенно молодым преподавателям молодым ученым а молодым студентам старшекурсникам которые делают работы уже близкие к научным работам в этих работах им надо указывать источники но как правило люди не имеющие при полу прямого отношения к библиографии затрудняются делать правильные правильные ссылки правильно а список источников указывать поэтому а вот здесь можно это взять копипейстом и вставить в свою в свой реферат в свою научную работу либо куда то еще вот такой достаточно простая операция она позволяет студентам ну во первых просто избежать плагиата потому что подчас студенты плагиатят не потому что не хотят сделать ссылку а потому что не знают как правило сделать как правильно сделать библиографическое описание они бы и рады сослаться но не знают как вот и таким образом это повышает просто культуру культуру научной деятельности повышает ссылочный метаболизм если можно так выразиться то есть люди больше ссылается друг на друга и больше проясняется откуда же происходят истоки тех или иных высказываний в тех или иных работах вот есть и еще у нас да ну кроме библиографического описания тут по вкладкам можно сразу выбрать аннотацию книги либо ее содержание ну аннотация понятна если вы пока не приняли решение читать книжку или не читать то аннотация может вам помочь для решить этот вопрос ну и наконец если вы хотите познакомиться с содержанием не переходя пока к самой книжке это тоже можно сделать на странице предпросмотра и это тоже важно потому что ну просто как вы наверное знаете в интернете каждый следующий клик по по иерархии переход по иерархии туда попадает меньшее количество людей соответственно на чтение всегда попадает людей меньше чем на страницу предпросмотра и содержание расположение основной информации и самой главной информации о книге на предыдущей странице на странице предпросмотра это важно для того чтобы понять хотите вы это читать или или нет потому что если будет только вот сейчас всю эту информацию убрать оставить только кнопку то вы по сути дела будете ориентироваться только на на название книги и на на обложку что греха таить красивая обложка она вызывает желание нажать на кнопку вот и все и будете а так как время у вас ограничено то вы не найдя чего-то нужного вы просто пропустите эту книгу не нажмете на кнопку читать и чтобы подробнее остановиться а вот такая вот организация позволяет основные моменты книги вывести на предыдущую еще страницу и таким образом более правильно вам организовать будущее чтение а ну и наконец список литературы кнопочка список литературы а если в вашей книге которую вы еще не выбрали но рассматриваете а есть список литературы он может сразу вот вывалиться в виде такого списка доступного для копипейста а это означает что вы опять же имеете доступ к возможности сослаться на какую-то из работ которая была процитирована уже в этой книжке ну и отсылаю к той же самой потребности которая только что рассказал о правильном цитировании вот что также повышает ссылочный метаболизм и повышает количество ссылок количество и качество ссылок которые молодые преподаватели и студенты могут использовать в своих работах наконец наша читалка мы в общем читалку пытались сделать наиболее стандартизованной чтобы она была похожа на большинство правильно созданных изделий в данном ключе то есть здесь есть все что обычно бывает ну например в адопридере когда вы открываете книжку для чтения PDF в PDF документ примерно все то же самое тот же самый механизм кроме нескольких дополнительных функций которые у нас присутствуют которые специфичны именно для нашей библиотеки ну во первых под номером 1 группа кнопок которая позволяет выбрать удобный масштаб либо разверстать книжку по ширине либо по высоте и ширине либо просто вручную добавить или убавить масштаб под кнопкой 2 это кнопки переходов со страницы на страницу либо вперед-назад на одну либо в начало-конец либо по определенному известному вам номеру страницы здесь не показано но внизу условно покажу примерно вот так есть еще и ползунок при помощи которого можно тоже переходить от страницы к странице условно его обозначу вот так этот ползунок под номером 3 есть несколько интересных кнопок и одна из них вот это на нее я прошу обратить внимание эта кнопка при помощи которой вы можете вставить любые 3 страницы из любой книги в любой ваш открытый онлайн документ позволяющий вставлять html код то есть если вы находитесь в вашем блоге на вашем личном сайте или на сайте вашего вуза и вам открыто возможности вставки html кода то вы можете вставить любые 3 страницы из из любой книги абсолютно любой обращаю ваше внимание что это абсолютно легальный акт то есть вы при этом не не делаете копипейст вы вставляете собственно наш ридер нашу читалку с этими тремя страницами а это означает что любое чтение этих страниц любыми людьми людьми приводит к соответствующим изменениям в счетчике и человек чью книгу активно читают получает свой гонорар за каждую прочитанную страницу а то есть может можете считать что это такой подарок от компании директ меди вам то есть все это все это оплачено компанией директ меди вставлять можете любое количество раз то есть любое количество вставок делать и это путь при помощи которого вы можете подготовить свое собственное производное произведение например электронный учебный курс в котором будут вставки из различных из различных книг вот тут есть еще кнопки связанные с печатью конкретной страницы и вот эта кнопка по которой вы можете скачать себе обращаю ваше внимание для личного употребления скачать себе до десяти процентов в любой книге в формате pdf и читать его при помощи уже оффлайн при помощи любого инструмента такого как Adobe Reader или еще какого-то скачать можно десять процентов в любой сессии связи с нашей системой вот таким вообще говоря таким образом можно скачать за десять раз всю книгу и это не является незаконным незаконным будет являться если вы эту книгу от своего имени опубликуете для неопределенного круга лиц вот это уже будет нарушение авторских прав того кто этими правами владеет а вот а пока вы сами пользуетесь книгой вы можете это делать ну и наконец есть поиск под номером 4 есть поиск при помощи которого вы можете поискать уже в тексте самой книги как правило все современные книги имеют текстовый слой и в этом текстовом слое можно читать и можно искать и находить нужные вам слова и словосочетания ну и наконец под пятым пунктом вот здесь некие дополнительные возможности такие как сделать закладки оставить цитату выбрать цитату из книги оставить отзыв на книгу и так далее и так далее наша читалка она универсализирована под все устройства и она имеет примерно одинаковый вид как при чтении с большого компьютера так и при использовании гаджетов в частности при использовании наших мобильных приложений выглядеть будет все примерно примерно так же только немного изменится ее внешний вид в связи с тем что на гаджетах экран вертикальный а на больших компьютерах как правило горизонтальный поиск и подбор литературы как правило осуществляется при помощи каталога и как я уже сказал собственно поиска осенью мы существенно переделали наш каталог мультифункциональный каталог переделали его в сторону лучшей и большей эффективности поиска именно учебной литературы теперь можно более эффективно искать по отдельным дисциплинам по укрупненным группам специальностей и накладывать больше больше различных фильтров связанных именно с обучением а не просто со стандартным поиском в библиотеке у нас сейчас существует три по сути дела три параллельных вида каталогов это предметный рубрикатор ббк как наиболее глубоко разработанный диверсифицированный классификатор для исследовательских целей его хорошо использовать когда вы занимаетесь не подбором каких-то учебников а исследовательской деятельностью то есть подбираете какую-то монографию либо редкую книгу редкую старую книгу и так далее а второй каталог это рубрикатор про по угс он собственно направлен напрямую для учебной деятельности и его удобно использовать для того чтобы искать литературу для ваших студентов для будущего предложения изучения студентами но этот рубрикатор подходит только для учебной литературы он не рубрицирует огромное количество книг не связанных напрямую с обучением прошу прощения ну и наконец остается традиционный предметный рубрикатор который объединяет все книги и документы включая классику неправную литературу и так далее и так далее а вот таким образом интеграция этих трех видов каталогов она собственно и приводит к наилучшему наилучшему поиску вот здесь у нас на главной странице переключатель видов каталогов по умолчанию стоит ББК можно переключиться например на ОГС и начать поиск по учебной литературе ну вот мы здесь показано мы переключились на ОГС здесь можно выбрать направление вот одно из направлений и дальше уже искать подбирать точнее литературу по типу издания например выбираем учебные издания можем выбрать другой вид изданий выбираем уровень уровень образования бакалавриат например бакалавриат магистратуру аспирантуру если она специально обозначена выбираем дисциплину и все эти фильтры они действуют по логическому закону и то есть ограничивают учебные издания в бакалавриате и бакалавриате только алгебру и теорию чисел однако можно подбирать несколько фильтров например алгебра и теория чисел и сюда добавить ну например геометрию или еще что аналитическую геометрию еще что то еще что то и тогда вот по горизонтали будет действовать закон или то есть или алгебру или аналитическую геометрию или или еще то что здесь подобрано а ну и список вот он внизу появляется библиографический поиск действует тоже по примерно такому же принципу фильтров и новая система поиска она тоже стала больше заточена под поиск книг под учебный процесс а старый поиск он был больше заточен под исследовательский процесс то есть просто попов являлся поиском по 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 всей по всей базе наших изданий не сильно делая различия между учебной и научной литературой вот так вот выглядит расширенный поиск а как видим есть здесь и традиционные вещи и относительно новые ну то есть можно конечно выбрать по автору по ббк по по типу издания а научная учебная или какая-то другая литература по уровню образования бакалавриат или магистратура по названию издательства и еще год издания с какого-то года выбрать то есть допустим с 2005 по настоящее время ну и здесь мы видим что пример когда выбраны определенные фильтры в УГСН выбрана прикладная математика и информатика тип изданий выбран учебные и уровень образования бакалавриат год издания выбран с 2015 года точно так же как в нашем каталоге можно набирать разные разные фильтры вот здесь горизонтально здесь например бакалавриат можно выбрать плюс магистратуру тоже а единственное где это нельзя сделать это вот здесь год издания бывает только с определенного то есть нельзя одновременно выбрать год с 15 года и с 17 года например да здесь единственное единственный вариант возможен ну вот так мы выбираем УГСН как видим здесь есть некие уровни вот главный уровень математика и механика код 010000 и внутри уже разные есть уточнения кода 010302 например вот выбираем то что нам необходимо да прошу прощения так немножко я в тип вот тут выбор типов издания вот тут могут быть учебные издания справочные издания научные издания производно производственно практические издания и нормативно нормативно нормативные производственно практические издания наконец вот здесь вот годы можно выбрать ну и после того как поиск произведен можно еще и налагать фильтры на уже найденную литературу если вы произвели поиск у вас все еще допустим там сотни или больше изданий которые долго просматривать вы можете наложить фильтры по автору по издателю по дате издания по дисциплине и по жанру по любому из этих фильтров можете наложить дополнительный дополнительный фильтр чтобы уменьшить количество изданий в выдаче поисковой выдаче достаточно удобный механизм есть для формирования поисковых выборок в момент поиска вы можете выбрать отметить галочкой некоторую книгу которую вы хотите в дальнейшем почитать не переходя собственно к самому к самому чтению а после того как вы произвели выборы необходимое количество книг например пять книг из поисковой выдачи в сто у вас появляется кнопка добавить поисковую выборку вы даете имя поисковой выборке либо дополняете ту поисковую выборку которая у вас была ну а потом в вашем личном кабинете в во вкладке мое событие и в подкладке поисковые выборки вы получаете список ваших выборок под теми именами которые вы их задали и внутри этих выборок переход к кликабельный список тех книг которые вы выбрали очень удобный механизм я хотел бы отметить что мы также занимаемся продвижением наших авторов преподавателей которые публикуются у нас в нашей ЭБС ну и ко всему прочему наша система интегрирована с илайбрари и всякий раз когда вы в своем личном кабинете испрашиваете информацию о показателях ринс ваших происходит обращение к илайбрари и некий сокращенный вариант ваших показателей считывается прямо в ЭБС так что не переходя к илайбрари вы получаете информацию о себе хочу отметить что это действует только в том случае если ваша фамилия имя и отчество как преподавателя правильно и адекватно указаны при вашей регистрации в системе если например у вас фамилия и инициалы то ничего не найдется а также если у вас в ринсе есть ваши полные тезки то есть люди с фамилиями и отчеством полностью соответствующим вашим то вам скорее всего придется еще указать и ваш ваш спин то есть ваш айди в илайбрари и только после этого у вас вот здесь вот только после этого у вас адекватно отразится конкретно ваша информация а не того первого человека под вашей фамилией и имя и отчеством который первый попался в илайбрари у нас то о чем я вам собственно рассказал о том как мы принимаем меры к лучшему цитированию это делается для того чтобы цитируемость повышалась то есть чтобы во первых культура цитирования повышалась во вторых быстрота цитирования повышалась публикую свою работу свой учебник прежде всего или там монографию в нашей эбс во первых вы получаете быстрое размещение гораздо более быстрое чем на бумаге быстрее текст проходит прочтение быстрее и проще цитируется и таким образом быстрее информация попадает о цитируемости о цитировании попадает в ринс и вы быстрее получаете результат который виден виден глазом в виде каких-то цифр вы также при заполненной структуре вуза а структуру вуза заполняет библиотекарь также можете назначить базовый учебник своим студентам и связать его с какой-то дисциплиной которую вы преподаете в этом случае вашим студентам не придется поиском искать этот учебник они сразу его увидят в своей в своем личном кабинете а еще в нашей ЭБС есть такой раздел это совершенно отдельный раздел который называется мои научные интересы и в этом разделе производится подбор литературы специально под вас под ваши научные интересы а ваши научные интересы обозначаются либо набором тегов которые вы сами выбрали либо подбираются автоматически при помощи специального алгоритма а если вы поставили соответствующую галочку искать при помощи этого алгоритма в этом случае просто анализируется та литература которую вы читали и в соответствии с тем что вы читали вам предлагается новая новая какая-то литература а ну вот так эта статистика происходит вот здесь мы выбираем интересы редактируем их и либо посредством набора тегов каких-то вот здесь биологическая химия физическая химия теоретическая физика либо на основе статистики формируем этот наш этот раздел этот раздел он разумеется уникальный для каждого человека который присутствует в ВБС у нас существуют мобильные приложения практически для всех наших продуктов можете их бесплатно скачать в соответствующих магазинах ну вот есть вот библиоклуб вот так примерно выглядит университетская библиотека онлайн в виде приложения ну и некоторые сопутствующие проекты у нас есть артпортал это в отличие от ЭБС ну практически полностью за исключением некоторых разделов полностью бесплатные сайт портал на котором расположено несколько десятков тысяч произведений искусства это галерея по сути дела в основе своей но не только галерея но и некая обучающая система потому что в ней есть много разделов биобиблиографических есть разделы связанные с арт библиотекой в которой вы можете найти соответствующие книги но и много-много другого интересного есть артотека артотека это подписной сервис артпортала вот много всего интересного вот артотека это как я уже говорил подписной сервис это вот один из немногих платных сервисов которые есть в артпортале в артпортале каждые 10 дней у нас появляется новая новый новый выпуск количество выпусков уже перевалило за сотню и там около 120-130 выпусков мы сделали артотека это мультимедийная хорошо структурированная и полнотекстовое представление информации о том или ином музее художники или даже отдельном произведении искусства которое можно досконально рассмотреть в большом увеличении и получить ту информацию которую обычно трудно трудно как-то получить в других местах ну и наконец завершая вот как раз завершается наш час и я завершаю рассказом о нас о директ академии если вы сейчас у нас вы примерно представляете что это такое это бесплатные вебинары которые мы для вас проводим каждый день и это платные уже курсы которые мы проводим один или два раза в месяц в течение всего сезона хотел бы немножко похвастаться в прошлом году в девятнадцатом году в мае мы стали лауреатами википремии в номинации свободные знания за то что мы проводим свободные вебинары выкладываем их в youtube под свободной лицензией что означает что каждый из этих вебинаров вы можете использовать в качестве производного произведения и использовать эту запись со ссылкой на авторов конечно в своих собственных работах вот ну и кроме того мы проводили достаточно большое количество вебинаров посвященных самой википедии вот поэтому у нас достаточно богатые связи с российским вики сообществом ну вот так выглядит наш приз который мы получили в прошлом году ну и я хотел бы пригласить на следующие события которые у нас будут в ближайшее время во первых на завтрашний свой вебинар давайте я еще раз размещу информацию о нем одну минутку а я очень хотел бы чтобы завтра вы пришли завтра будет очень интересный вебинар по крайней мере на тему которую я всегда очень развиваю и педалирую это визуальная инфографика визуализация инфографика в обучении ну и также хотел бы дать информацию о двух курсах которые состоятся в ближайшее время это курс Татьяны Телегиной один из ее курсов с большим успехом прошел в январе второй будет вот уже через неделю который называется практическое руководство автора преподавателя курс посвящен тому что же делать с публикационной активностью и ну вот с разными ее аспектами и давайте я вам на этот курс тоже прямо сейчас дам дам ссылку прошу прощения сейчас это потребует 15 секунд времени а вот ссылка на курс Татьяны Телегиной ну и наконец последнее что хотел бы представить это курс Натальи Логачевой традиционный уже который мы проводим раз в полгода технология подготовки успешной презентации диссертации прошу прощения тем из вас кто озабочен защитой диссертации в ближайшее время очень этот курс советую те кто посетил этот курс Татьяны Натальи Логачевой остались очень довольны в предыдущие разы поэтому вот вот так ну что ж и у меня собственно осталось время только для того чтобы выдать вам сейчас сертификаты с тем чтобы те кто хочет могли бы их приобрести а я прошу прощения так как сегодня я в двух лицах и спикер и организатор на это уйдет у меня примерно минута и через эту минуту я вам выдам выдам сертификаты для этого мне надо некие действия совершить в нашей системе в это время я буду просто с вами с вами говорить чтобы не ушли пока да если у кого-то из вас есть вопросы пожалуйста задавайте сейчас пока я нахожусь на линии так сохраняем файл и осталось совсем чуть-чуть перейти в систему выдачи сертификатов и присоединить список к системе выделяем выдаем и отправляем на вашу почту все значит сертификаты все созданы их можно приобрести и я давайте вам вот такой вот либо смотрите на почту вам должны прийти информацию о вашем сертификате либо вот поиском просто находите вот здесь свой сертификат нажимаете на кнопку оплатить 199 рублей стоит сертификат оплачиваете при помощи яндекс кассы ну и после этого эта кнопочка становится а вместо оплатить там будет написано скачать скачать вот и вся премудрость спасибо Лилия Рашидовна спасибо за пожелание здоровья всем нам здоровье не повредит да вам тоже пожелание здоровья не болеть особенно этой гадостью которая сейчас нас всех держит в карантине вот ну а пока мы все находимся в карантине активнее участвовать в онлайн мероприятиях потому что в этом наше будущее ну что ж всего доброго до новых встреч в Директ Академии ой прошу прощения я увидел вопрос а кто занимается размещением материалов в ЭБС ну у нас целая редакция есть которая этим занимается а вот целый технологический поток который книги рассматривает либо мы берем книги от издательства заключая с ними договоры либо авторы обращаются к нам в редакцию редакция принимает решение о размещении материалов после этого эти цифровые материалы волонтеры ну нет у нас сотрудники этим занимаются не волонтеры вот то есть мы как бы это у нас это поставлено на производственную линию ну иначе мы просто не успевали бы новую литературу вот смотрите у нас в месяц примерно тысячи новых позиций появляется представьте какой то это объем работы то есть это примерно 30-40 книг в день вот это целый поток производственный поток без этого было бы трудно нам одними волонтерами обойтись ну что ж всего доброго до новых встреч в Директ Академии и жду вас всех завтра на своем вебинаре до свидания